Программа предназначена для аудитории от 16 лет. В Кирове 11.06. Добрый день. Начинается программа «Дневной разворот». Сегодня мужская пара ведущих. Александр Рассохин и Владимир Сметанин. Здравствуйте. Нашим коллегам сегодня, девушкам, мы решили дать возможность немножко отдохнуть, прийти в себя, выздороветь. Ну вот как сообщали нам медики и Роспотребнадзор, да, о том, что у нас вторая волна какая-то заболеваний, простудных, возможно, и, видимо, накрыло город. Так что вам, слушатели, желаем уберечься от этой заразы, не болеть. Ну а если все-таки не удалось, то побыстрее выздоравливайте. Ну что, пройдемся по повестке. Сегодня у нас и спикеры, тоже мужская компания. Во втором части будем говорить, что в Кирове появятся контейнеры для сбора отработавших энергосберегающих ламп. Ура, наконец-то. Да, давно об этом говорили. И к нам придет начальник управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Александр Сидельников. Ну и опрос в связи с этой темой на нашем сайте эхакирова.ру и в группе ВКонтакте. Отслужившие свой срок энергосберегающие лампы. Что вы с ними делаете? Выбрасываю в обычный мусорный бак, сдаю специализированную организацию, храню, либо не пользуюсь такими лампами. Можно взглянуть, кстати, на предварительные итоги голосования. Они какие-то ужасающие. На сайте эхакирова.ру почти 90% отвечают, выбрасываю в обычный мусорный бак. А ведь где-то есть специальная... Где-то видел специальную информацию о том, сколько и что именно загрязняет такая лампа. И это напрямую зависит... От этого напрямую зависит жизнь многих, не то что микроорганизмов, но вполне себе больших лесных животных каких-то. Ну и флоры и фауны, в общем. Да, флоры и фауны. Поговорим об этом во втором части. Смотрю сейчас ВКонтакте также на первом месте, но 46% за этот вариант, а за вариант хороню практически 30%. Хороню или хороню? Хороню. Хороню. Ясно. В первом части у нас в развороте абсолютно мужская тема. Приближается 1 апреля. Для многих это, конечно же, день дурака. Обычный день смеха. Но для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет это очень такая серьезная тема, потому что я назвал возраст мужской призывного возраста, а 1 апреля у нас стартует как раз-таки весенняя призывная кампания 2017. 1 апреля начинается, заканчивается в середине июля. Да? Да, писалось. Спрашиваю я Михаила Полеснина, правозащитника, председателя правления общественной организации ВЕЧа, до середины июля. Здравствуйте, Михаил Валерьевич. Да, добрый день. Да, в целом мы вас пригласили поговорить о ходе призывной кампании, о том, как это происходило раньше. Вы далеко уже не первый год. С 2000 года занимаетесь защитой прав призывников, да? Если быть точным, то в октябре этого года будет у нас праздник, 15 лет, как мы занимаемся призывом. 15 лет. Отлично. Отличный, значительный срок. Да. Как проходит призыв в нашем регионе? Что такое альтернативная гражданская служба? Как происходит популяризация службы по контракту? Эти и другие вопросы мы сегодня хотим рассмотреть. Ну, начнем все-таки с проекта «Право на альтернативу». Написали вы у себя недавно в Фейсбуке, буквально на днях, о том, что организация ВЕЧ с марта этого года присоединяется к межрегиональному правозащитному проекту «Право на альтернативу». Мы почитали. На сей раз будет проект рассчитан на полтора года. И он объединяет Пермский край, нашу область, также Свердловскую область, Республику Татарстан, Республику Муриэл и Республику Чувашия. О том, что такой проект собой представляет. Давайте с этого начнем. Тоже давно, не первый год занимаетесь этим? Да. То есть для нас особо ничего нового нет. Но единственное, что это проект сетевой. Соответственно, есть возможность обменяться опытом с коллегами из других регионов. И, соответственно, у всех у нас разный опыт консультирования людей. Поэтому мы можем перебрасывать проблемные вопросы из региона в регион. Соответственно, коллективно их обсуждать. И, соответственно, тоже самое. Где-то есть хороший опыт. Положительные, не знаю, судебные решения или какие-то решения ситуации в пользу призывников или альтернативщиков. Соответственно, мы можем этими новостями делиться внутри сети. И это, в любом случае, обогащает всех участников этого проекта. А сама работа, она, по сути, не меняется. Это работа с теми, кто встает на воинский учет. Это те, кто у нас идет на призыв. Это те, кто хочет заменить свою службу на альтернативную гражданскую службу. Это те, кто хочет перейти на контракт. И, соответственно, те, кто проходит службу альтернативщиками. Ну, соответственно, в нашем регионе есть нескольких ребят, которые в данном моменте служат именно альтернативными гражданскими служащими. Я почитал интервью, которое выдавали издание «Семь на семь». В прошлом году сказали, что альтернативная служба у нас крайне непопулярна. В регионе, имею в виду. Она, в принципе, везде непопулярна. То есть, есть, например, в Мурманской области, есть Санкт-Петербург, может быть, Москва. И некоторые регионы северные, в которых берут... То есть, мало народностей, которые идут служить по своим местным промыслам. Все. В остальных регионах очень маленький процент людей, кто хочет пойти на гражданскую службу. А давайте напомним, какие категории граждан могут рассчитывать на альтернативную службу? Да и что такое? Основные принципы? На самом деле, самый важный вопрос. Два. Первое – это малонародности, которые могут заниматься традиционными ремеслами. А второе – это любой гражданин, у которого есть убеждения, противоречащие несению военной службы с оружием в руках. То есть, это религиозные какие-то убеждения? Либо личные, либо философские, то есть, любые убеждения, любого плана. То есть, человек может быть пацифистом, толстовцем, там, религиозным, миссит ли яговым. Ну, в общем, неважно, в данном случае, неважно, кто. Главное, чтобы у человека были убеждения, что он не может служить с оружием в руках, лишать кого-то жизни и так далее. А в какой момент претендент на альтернативную гражданскую службу должен заявить представителям военкомата или какой-то комиссии о том, что он вот такой? И что он должен заявить? Предоставить какие-то? Письменное заявление написать. Ну, конечно, да. То есть, процедура закона урегулирована. Соответственно, необходимо подать личное заявление, необходимо предоставить автобиографию и необходимо предоставить характеристику с места учебы либо работы. Это тот минимальный... Это уже по достижению 18-летнего возраста, да? Нет, к сожалению, закон сконструирован нелепо. Закон еще в 2002 году был принят. Да, да. Закон очень давно принят. Закон сформулирован так, что человек должен подать заявление в военкомат за полгода до того момента, как его должны призвать. То есть, если человеку исполнится 18 лет этой весной, то есть, он должен быть вызван в военкомат. Соответственно, он должен был подать это заявление, когда ему 17 лет, то есть, до 1 октября прошлого года. Зачастую многие наши ребята об этом не задумываются. Еще в чем нелепость? Потому что в 17 лет ребенок недееспособный. Несовершеннолетний еще, да. Да, он несовершеннолетний, недееспособный, и он должен сам, не обладая всей полномочиями, должен подать это заявление. То есть, это вот тот первый негативный момент, который заложен в самом законодательстве. А когда уже человек потом после 18 лет... Ну, например, все знают, что если 18 лет, мальчик 11 классов не закончил, то есть, не сдал ЕГЭ, он подлежит призыву в армию в этот же призыв. То есть, если он в этот момент напишет заявление на АГС, он уже будет, уже имеет право на рассмотрение этого заявления. То есть, это будет считаться пропуском сроков, но пропуск сроков, согласно решению Конституционного суда, не является фатальным. То есть, это просто вопрос процессуальный, который может быть рассмотрен призной комиссией, и, соответственно, она может вынести решение о замене АГС как бы непосредственно без полугодичного срока. Подождите, отвлекусь. Там, по-моему, что-то ведь на уровне Министерства обороны, Министерства образования принималось какое-то правило, что если парню исполняется 18, дайте ему возможность попробовать поступить. А если уж не поступит, тогда забирайте. Вы не путайте, если 11 классов он закончил, сдал ЕГЭ, то есть, соответственно, его не трогают до 1 октября. А если он не сдал ЕГЭ, то есть, я специально оговорился, то есть, это вот та небольшая категория, ну, может быть, там 2-5 человек из этих 11-классников, которые не сдадут. То есть, вот они потенциально подпадают под призыв. То есть, даже они могут подать такое заявление. А все остальные, соответственно, если он сдал экзамены, он дальше нормально поступает, значит, он дальше получает отсрочку по учебе, и он может подать заявление о БГС в любой момент, пока он не действует, за отсрочка по учебе. То есть, если человек пошел учиться, допустим, то хоть в техникум, хоть в ВУЗ на 4 года бакалавр, он может подать на втором курсе, там, первом, четвертом, неважно. Главное, он должен заявиться о том, что у него есть такие убеждения, он не хочет служить с оружием в руках, и, соответственно, уже военкоман будет готовиться, связываться с Минтрудом, который распределяет людей на службу, и дальше будет решать его дальнейшую судьбу. Ага, это очень важный момент. Минтруд этим занимается, соответственно, тут трудовое законодательство, да? Конечно, да. То есть, когда человек уже служит по альтернативной службе, у него вся служба проходит именно по трудовому законодательству. Альтернативщик остается в том регионе, из которого призывается? Есть такая возможность? Ну, по факту, сейчас, согласно закону, у нас принцип прохождения службы экстерриториальный. То есть, скорее всего, не в свой регион. Но суровые экономические реалии нашей страны привели к тому, что, по факту, люди служат в своем регионе. Потому что, если жить не в своем регионе, необходимо предоставить и пещеритие. А в пещеритии есть очень небольшое число организаций. Поэтому, по факту, большинство людей остается служить в собственном регионе. Нам пора сделать небольшую паузу, да, Саша? Да. Полминуты, и мы продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжаем мы беседу с Михаилом Плесняным, правозащитником, представителем управления общественной организацией ВЕЧИ. Говорим о... Ну, начали мы говорить об альтернативной гражданской службе, о тех ребятах, молодых людях, которые в силу своих убеждений или других причин не хотят служить в общем понимании этого слова, брать оружие в руки. И в таком случае, как они проходят службу? То есть, они где-то работают? Это, получается, в какой-то степени работа? Давай все-таки сначала пойдем по этапам. То есть, если человек... Добился этого права. Давай все-таки сначала, если, конечно, добился. То есть, обычно, нормально, то есть, примерно в половине случаев, даже, может быть, процентов в 60 случаев, человек, подав документы, то есть, заявление, автобиографию, там, и характеристику с места работы, он получает это право на альтернативную службу. После этого документы уходят в Москву. И, соответственно, Минтруд, уже гражданская организация, распределяет человека, где он будет служить. Учитывая его, те способности, его навыки и те дипломы, ну, какие-то иные, там, связи с профессией, которые он по этому моменту получил. Значит, к сожалению, те, кто у нас гуманитарий, им не везет чаще всего, потому что их направляет в основном по больницам, там, санитары, медбратья и так далее. Так, подмога. Да. А те, кто имеет технические специальности, там, слесаря, электрики и так далее, они, скорее всего, уходят, работают именно по своей специальности, потому что считается, что таких мест достаточно много, и, соответственно, их направляют именно по своим техническим специальностям. А у Минтруда что, список какой-то есть организации по стране? Конечно, конечно, ежегодно утверждается список, конечно. Рабочие руки. Есть список организаций, есть список тех должностей, на какие могут быть направлены альтернативщики. Соответственно, у Москвы проблема только одна – совместить, есть ли такая должность и в какой организации она находится. Ну, то есть, эти организации, они не привязаны к Министерству обороны и к каким-то военным учреждениям? Нет, нет, нет. То есть, допустим, в нашей области заявляются на альтернативную службу в основном это здравоохранение, соцзащита, потенциально могут заявиться учреждения образования. То есть, приходить в службу человек может именно в организации государственного подчинения, то есть федерального либо областного. Соответственно, муниципальные организации не подходят, а все, поскольку у нас сейчас все больницы находятся в областной собственности, соответственно, любая больница может заявить, любое учреждение образования, ну, часть учреждения образования и почти все учреждения, да, все учреждения соцзащиты могут заявить о необходимости, в смысле, о том, что в их стенах может пройти альтернативная служба. — Продолжительность альтернативной службы, она побольше, да, чем срочная служба? — Да, она на сегодня составляет 21 месяц. Ну, еще раз повторюсь, что альтернативная служба — это, соответственно, работа по трудовому контракту, это пятидневная рабочая неделя, это выходные дни, это отпуска ежегодные обязательные, это оплата проезда туда-обратно, то есть во время учебы, возможно, в смысле, во время работы можно проходить учебу заочную. — Если говорить о теории, опять же, вот просто представим, что если, не дай бог, какой-нибудь конфликт военный, люди, которые прошли альтернативную гражданскую службу, они призываются, либо как они участвуют в такие времена? — Военный билет, в общем, получают? — Да, они получают военный билет, соответственно, там написано, что они прошли альтернативную службу. То есть, ну, в теории, конечно, и находятся в запасе. Но, опять-таки, сложно представить себе, потому что, если вы помните историю, во время Великой Отечественной войны были люди, которые были, по своим религиозным убеждениям, находились в составе войск, но в руки оружие не брали. То есть, призывать человека такого в армию, в смысле, можно, но, собственно, армия предполагает и другие должности, там, не знаю, повара, там, в общем, какая-то канцелярская работа, что-то еще, там, не знаю, кочегар, что-нибудь такое. То есть, в принципе, армия — большой организм, который может себе позволить адаптировать любого человека, не касаясь оружия. Расскажите нам, пожалуйста, ситуацию именно в нашем регионе с альтернативщиками. Кто эти люди? Много ли вы с ними встречаетесь? Ну, с некоторыми, да. То есть, в прошлом году, насколько я помню, у нас было семь человек проходило службу. Из них человека четыре проходило в нашей кировской больнице. Один служил в Слободском, стоматолог. Что стало причиной того, что человек не выбрал сапоги? Ну, у всех, соответственно, свои. Но, в основном, это, как бы, в большей части, все-таки, это религиозные убеждения. Религиозные убеждения, соответственно, что намного проще доказываться, чем все остальное. Человек заявляет, что он находится в какой-то религиозной группе, ему просят принести там подтверждающие документы, либо, и, соответственно, если это религиозная организация... Что важно в незапрещенной какой-то организации, да? Ну, у нас сейчас не угадаешь, когда разрешенно станет запрещенной. Ну, я уже чисто технически, там, батюшка, пастор, либо кто-то еще выдает справку, что человек является членом прихода, соответственно, эта бумажка выпадает, отличное дело, и все, вопросов не больше не возникает. То есть ему дают разрешение на замену, и здесь, насколько я знаю, учитывается, в том числе, сможет ли человек, проходя службу, чтобы у него поблизости где-то было место для проведения молитвенных собраний. То есть, по-человеку, всегда где-то поблизости есть такая же община, где можно прийти, помолиться со своими братьями по вере. А те, кто у нас идут просто по философским своим убеждениям... Муцифисты против армии, против оружия. Тут у всех совершенно разные обоснования, потому что у всех жизнь, своя судьба, и они попадают, соответственно, точно так же в любое место. Но им бывает чем-то тяжелее, потому что, особенно когда они работают в больницах или в соц. учреждениях, у религиозных некий есть более крепкий базис. А человек, который не имеет каких-то таких религиозных убеждений, ему сложнее ко всему претерпеть, ему сложнее во все это вжиться, потому что там есть возможность молитва творить чудеса. Тут молиться как бы некому, значит, и людям сложнее получается. Как в военкоматах, как сотрудники призывных комиссий относятся к альтернативщикам? С ухмылочкой или... Ну, по факту, скорее всего. Или вполне так. Вот, насколько я знаю, большей частью они относятся к ним негативно. Всегда начинается разговор, что ты там не мужик, в армии надо служить, вот посмотри. То есть пытаются изменить? Конечно, конечно. Хотя, я считаю, что... Я, кстати, хочу пояснить, Михаил Валерьевич служил. Нет, ну, опять-таки... Занимается альтернативной службой. На сегодня очень часто, смотрите, когда я консультирую, очень часто приходят люди, которые говорят, так меня, допустим, не берут по какой-то причине, я хочу служить. То есть я с удовольствием рассказываю, как пойти служить. Если это возможно, конечно, по здоровью. То есть... И опять-таки, я убежден, что если в стране будет контрактная армия, а не призывная, это будет намного больше пользы. Потому что человек, который служит год, два, три, четыре, в тонкостях все знает, он один заменит роту, ну, в взводках меню. Тех, которые, балбесы, пришли на полгода, ничего не понимают, как бы, и стрелять умеет там только три раза, там, за службу по пять патронов. Ладно, мы отвлеклись. Мы начали о том, как относятся сотрудники призывной комиссии. Мой личный опыт в том, что чаще всего, сказать, негативно. И говорят, ну, пытаются переубедить, но когда, так сказать, там все нормально, и понимают, что уже все сделать нельзя, значит, тогда, так сказать, в большинстве случаев они дают сразу согласие на замену. Иногда не дают. И тогда, соответственно, человек идет и судится. И в суде очень часто подтверждает право, и, соответственно, на основании решения суда уже идут замену на АГС. И только некоторые случаи какие-то, когда возникают сбои в непонимании между военкоматом, человеком, как бы, судом и так далее, есть случаи, когда людей осуждают за уклонение от призыва. Хотя тут, ну, я знаю два кировских случая, когда это чисто непонимание работника военкомата и странная позиция сотрудников Следственного комитета. Какое здесь наказание? Ну, там, чаще всего, там штраф, либо, там, возможно, ограничение, так, там, возможно, работы и что-то, сейчас точно не скажу. Но чаще всего штраф. Реального лишения свободы. Там, по-моему, нет реального лишения, но там есть, в основном даются штрафы. То есть у нас было такое, 20 тысяч платили штраф, я помню, где-то 40 тысяч давали штраф. Вот, то есть где-то в этих размерах. Ну, и после этого этот человек отправляется все равно служить, и, скорее всего, его могут отправить куда-нибудь очень далеко. Нет. То есть к таким людям, может быть, относятся? То есть, во-первых, если человеку уж осудили к штрафу, то ему считается уголовное преступление, и пока оно не снято уголовное преступление, соответственно, в армию взять его нельзя. Вот, а когда же какая-то судимость снята, все начинается по-новой. Никто не мешает человеку заново написать заявление, никто не мешает ему заново пройти на эту процедуру и уже пойти обратно на АГС. То есть тут ничего фатального нет. У альтернативщика есть возможность потом остаться? Ну, вот вдруг такой случай. Понравилось ему в этом месте? Есть возможность остаться? Или такого вообще не бывает? Чаще бегут скорее. В теории это возможно. Опять-таки, я знаю случаи, когда, допустим, человек служил в Казани на порховом заводе, а сейчас он работает не Мурманск, а Северодинск, наверное, на заводе по утилизации подводных лодок. То есть человек затянул его. Что делаешь? Лодки утилизируем. А так, мне очень сложно сказать, потому что, видите, допустим, мы года два назад смеялись, когда человек, случайно выпускник Бауманки, совершенно случайно получил распределение Московской АКБ, которая занимается проектированием космической техники. Скорее всего, он остался сужить и дальше в этой же организации, потому что... Очень уж как-то, да. Очень уж в тему. Нет, ну еще, в теории в этом никакой проблемы нет. То есть если человек ЗАНИ знает, что он хочет пойти на АГС, если эта организация подсуетится и подаст заявление в нужный отдел, а нужный отдел в Москве состоит из одного человека, то если в нужное время создаются звезды и все их документы, то все получится. Давайте мы до рекламы все-таки постараемся в общем и целом как-то уже завершить с альтернативной гражданской службой. Расскажите, пожалуйста, конкретное место есть, да, где вы консультируете желающих воспользоваться именно этой формой? На какую помощь смогут рассчитывать призывники? То есть это можно позвонить, договориться о встрече, подойти. Значит, телефон мой, кировский номер, это 46-20-60. Соответственно, консультации происходят в основном по адресу Спаская-6 в городе Кирове. То есть, ну еще, сначала позвоните, договориться о встрече. То есть на встречу принести документы, ну хотя бы минимальный там паспорт, военное там, приписное удостоверение, какие-то документы о здоровье или что-то еще. И дальше, соответственно, я уже, так сказать, понимаем, что дальше либо какие-то документы добирать, или что посоветовать. То есть есть документы, есть образцы документов, кем можно написать. Значит, я советую, сейчас, поскольку все очень умные и читают интернет очень активно, я советую всегда смотреть даты тех рекомендаций, которые есть в интернете. Потому что законодательство меняется, и, допустим, то, что было написано, допустим, в 9-м году или в 12-м году, уже может не соответствовать нынешним законодательствам. И это может вылиться в какие-то серьезные препятствия. Да, поэтому лучше смотреть, допустим, рекомендации в интернете, где мы 14-го года, 15-го года, 16-го года. Эти рекомендации регулярно обновляются. То есть если увидели какую-то бумажку, не знаю, там, восьмого года, то лучше уж ее не читать. Либо как общий вектор, там, как пожелание, то есть все еще можно учесть, но не в точности переписывать те документы, образцы, которые вам предоставляются. Судя по опыту, работы прошлых лет идут потихонечку? Нет, конечно. Но вы же не только рассказываете, наверное, про альтернативную службу. Нет, то есть еще я могу рассказать о чем угодно. О призыве, о контракте, о прохождении службы и так далее. То есть не суть важна, что вопрос в том, что нужно человеку. А взаимодействие с коллегами из упомянутых Пермского края, Свердловской области, Татарстана, Мариэл Чуваший, в чем заключается? Ну, смотри, значит, допустим, у нас в Казани очень сильный специалист Герман Леткин. Он очень большой специалист именно в альтернативной службе. Есть то, что касается именно религиозных течений, убеждений. У них есть такой вот козетный альтернативщик, то есть где описываются всяческие разные направляющие течения, религиозные, где можно проходить и как люди проходят службу. Допустим, в Свердловской области у нас есть очень хорошие юристы, которые занимаются этим вопросом. И поэтому у них есть такие именно наработки чисто процессуальные, судебные. Очень хорошее взаимодействие общественной организации и военкомата, призывной комиссии есть в Пермском крае. Я думаю, что у них очень такая тесная и, главное, плодотворная и конструктивная работа. Ну, все помнят историю, когда пермские танцовщики балета остались служить в своем же. То есть это была большая битва, и край пермский поддержал, и ребята остались служить в своем. То есть это очень такой пример конструктивного взаимодействия общественной организации, активистов и самой призывной комиссии. Ну что, о работе организации ВЕЧа и с какими жалобами, просьбами, обращениями обращаются в эту организацию кировские молодые люди, поговорим после небольшой рекламы. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается первая половина дневного разворота в Кирове. Еще раз добрый день, ведущий Александр Осохин. И Владимир Сметанин, здравствуйте. Наш гость Михаил Плюснин, правозащитник, представитель управления общественной организацией ВЕЧа. На следующей, да, ведь на следующей уже неделе, 1 апреля, начинается осенняя призывная кампания. Весенняя, простите, призывная кампания. Осенью это происходит с 1 октября по 31 декабря. Вот я сейчас смотрю, как раз-таки планы на предыдущую кампанию, осеннюю, в области, сказано на сайте регионального правительства, планировалось отправить на срочную службу 1155 призывников. Но эта цифра, она примерно одинаковая, да? Ну, где-то в пределах трех тысяч люди уходят. Ежегодно, да? Да, то есть они призываются, соответственно, нормально цифры, насколько я понимаю, цифры исполняются ежегодно. Потому что еще у нас достаточно много ребят, которые хотят пойти в армию сами добровольно. И даже они сами хотят добровольно уйти в армию, когда они учатся в техникумах либо в вузах. Что ими движут? Вы с ними общаетесь? Нет, те, кто хотят идти в армию, ко мне-то вряд ли доходят, если у них все нормально со здоровьем. Доходят те, кому плохо со здоровьем, и говорят, можно ли пойти в армию, когда у меня здоровье не соответствует категории годности. 78% сказано на сайте регионального правительства, у нас все-таки пригодны по здоровью. Ну вот на сайте областного правительства на прошлой неделе появилась информация, что по итогам конкурса по проведению призыва и подготовки граждан к военной службе за прошлый год среди субъектов Центрального военного округа Кировская область написано, второй год подряд заняла первое место и будет представлена на всероссийском уровне. Неизвестно пока что по каким категориям и условиям этого конкурса, но все же было объявлено властями. Ну там набор очень большой достаточно этих требований. Раньше мы в чем проигрывали, насколько я помню, у нас не было специального центра по работе с призывниками. Сейчас такой центр создан уже так годом. А в чем его суть? В чем его суть? Я не знаю, он практически не работает. То есть матчасть какая-то изучается? Он был создан для того, чтобы проводить учебные сборы с призывниками. Учить ребят что-то, обращаться с оружием. Когда его не было, сразу было очень большое проседание по этому соревнованию, когда он появился, пусть даже формально. В Новоятске, кажется. Да, конечно. В Новоятске. Сейчас недавно поменялся директор, поэтому мы все ждем, что он заработает и на самом деле станет от него большая польза. Потому что директор назначен новый, вроде бы как хороший и ответственный человек. Ну, поживем, посмотрим. Так что я не удивляюсь тому, что область у нас... Поскольку у нас всегда призыв закрывается, пусть иногда с трудом, но закрывается, поэтому почему бы не выйти на первое место? И количество вот у нас уклоняющихся от получения повестки, оно из года в год как-то не меняется. В районе полутысячи человек. Проблема в том, что... Вот это что за контингент такой? Что человек уклоняется? Ведь есть люди, которые уехали, то есть есть люди, которые уехали работать в другой регион, и, соответственно, пусть нарушают, может быть, воинский учет. Там по правилам, они, приехав в тот регион, они должны там встать на учет, пойти в местные военкоманы, да? Это если они выезжают из места жительства на срок более чем 90 дней. А, допустим, если люди работают вахтами, он уезжает, допустим, на два месяца. То есть вполне может быть такое, что... То есть срок обнуляется, съездил на два месяца, обнулилась, потом снова на два месяца. Да, да, да. Поэтому он ничего не нарушает, но реально найти его, чтобы вручить ему эту повестку, очень сложно. И поэтому есть, допустим, люди, которые работают в какие-то постоянные командировки, то есть не живут дома и так далее. То есть сейчас это не то время, когда раньше человек жил, постоянно никого не делал. То есть крепостное право, слава богу, отменили, и во второй раз после коммунистов отменили тоже. То есть поэтому сейчас может быть такое, что человек может быть и не против, но у него характер жизни и работы такой, что он физически не может получить эту повестку. А военкомат не может и вручить. Но военкомат считает, что он все равно уклонист. А это неправильно. Но общее количество призывников, я правильно понимаю, что последние годы все равно снижается? Конечно, то есть последние демографии никуда не деваются. И к тому же волна на увеличение контрактников-то есть у нас в армии? Ну, судя по бедным реляциям Министерства обороны, контрактников увеличивается. Есть, конечно, проблемы с тем, как заставляет ребят переходить на контракт. Ну, условно, будем считать, что все правильно, что все хорошо, там нет никаких этих самых негативных моментов. То есть контрактников растет, и поэтому за счет этого мы можем призывать чуть меньше призывников. Вот вы сказали вопрос, каким образом их там понуждают или еще как-то. Что это за истории? Значит, ну смотрите, то есть у нас же поменяли положение прохождения военной службы. То есть если сейчас, допустим, человек имеет высшее образование, и он пошел служить по призыву, он может сразу, не два месяца, не дожидаясь, может сразу подать заявление, а переходит на контракт. Соответственно, и он может сразу перейти на контрактную службу. То есть и тоже сейчас, насколько сейчас понимают, та же самая ситуация сейчас будет с выпускниками техникумов. Им будет дано такое право, что можно сразу подавать заявление. А в чем для них плюс? Поясните. Получение заработка, да? Я не могу сказать сейчас, в чем это значит. То есть, смотрите, ведь часть ребят, те, допустим, кто говорят, что мы после, например, службы пойдем, допустим, в немецкую охрану, либо в полицию, либо куда-то еще. Какая ему разница, где ему служить, либо в армии, где он прижился, либо после армии пойти в какую-то военизированную структуру. Если он готов остаться служить в армии, пусть лучше в армии остается, и там, соответственно, сразу подписывает контракт на три, на пять лет, и дальше, допустим, продлевает этот контракт. Это ему хорошо, и государству хорошо, не нужно кого-то заново переучивать, заново увольнять, принимать и так далее. Кроме заявлений «хочу служить, помогите, как попасть», какие еще основные затрагиваются темы при ваших встречах с призывниками из года в год? В основном все-таки это вопросы, то, что меня хотят призвать, а я больной. Это большинство обращений именно вот такого плана. Больной на словах или уже пройден какой-то бэк какой-то, уже есть справки, снявся обследования? Чаще бывают документы, но проблема в том, что зачастую документы, которые люди предоставляют, они говорят о том, что человек больной, иногда даже серьезно больной, но и, допустим, имеет там три, четыре, пять заболеваний, может быть, даже между собой связанных, но у нас нет суммирования заболеваний, а каждое отдельное заболевание не дает ему право на освобождение от службы. Недостаточная категория или еще что-то. Да, и, соответственно, формально военкоманд прав, он должен их призвать, он не может их не призывать. То есть все, что могут сделать в этом случае, признанная комиссия, это дать ему отсрочку, ну, там, допустим, на полгода, если болезнь позволяет. Вот, и вторая проблема, то есть, если, допустим, человек уже получил решение, он не согласен, он идет дальше жаловаться, дальше мы утыкаемся в суд и судебную медицинскую экспертизу, а экспертиза может показать все, что угодно. Иногда бывает, что она очень серьезно ухудшает состояние, показательство состояния здоровья. Иногда говорит, как бы, что врачи ошибались, как бы, и состояние здоровья на самом деле лучше, допустим, там, категория, там, у него уже, там, не, там, допустим, не Б4, а Б1, например. То есть это, соответственно, другие уже рода войск, может быть человек определен после... Б1, это более здоров, чем Б4, да? Да, да, Б4, это практически уже граница с В, то есть это уже почти там, ну, это очень малая войска, куда можно его направить. ЖД войска, наверное, там или... Я сейчас не готов сказать по направлению этих самых предназначений, потому что этим надо заниматься отдел военкомата по призыву, то есть определение по категории годности, здоровья. Ну, еще, то есть ясно, что чем человек более здоровый, тем больше круг частей, куда он может быть направлен. А какие-то вопиющие, попростите, вопиющие случаи были у вас в практике? Как, действительно? Действительно, а что это тебя заставляют служить? А вопиющие? Ну, сейчас, как бы... Или у нас все довольно корректно устроено в военкоматах, именно у наших, кировских? Ну, у нас всех на слуху, когда призвали человека, как бы, в армию его комиссовали, потому что у него только одна почка от природы, и то, что нет второй почки, у него не выявили на этапе обследования в больнице. Это у нас где-то было... Замечательно. Ну, то есть, да, это чисто медицинская недоработка. Это говорит о том, что, несмотря на всеобщие успехи медицины, которые мы всячески охвалим в нашей стране, есть полностью недообследованные ребята, которых... Ну, это, конечно, надо обследовать глубоко, чтобы понять, все ли как бы органы на месте, все ли они функционируют в нормальном русле. Ежегодно несколько ребят возвращают из армии по каким-либо заболеваниям. То есть, в них там находят что-то дополнительное? Да, да, да. Ну, опять-таки, то есть, здесь человек... Ну, у нас было такое, что человек... Здесь, как бы, пограничное состояние по плоскостопию, его призывать по формальным признакам можно, а через месяц службы в армии все, как бы, ноги развалились, и... Он упал... Ну, в смысле, его положили в госпиталь, и в госпитале его комиссуют, потому что, так сказать, ну, нельзя с таким состоянием ног просто в армии служить. Это нереально. В этом случае, военное ведомство какое-то несет ответственность? Ну, в принципе, они должны отвечать. Законодательное предусмотрено? Это надо смотреть, как бы, каждый такой конкретный случай. Вот, ну, Фарадов говорит, в принципе, конечно, ответственность есть, потому что каждый в случае возврата ребят из войск, это повод для разбирательства на уровне областного военкомата и областной призывной комиссии. Как много людей обращаются к вашей организации? Ну, обращаются там много, смотрите, как бы, то есть, если на консультации приход достаточно много, да, так сказать, смыть, я же еще и выступаю, и готов выступать перед нашими, допустим, техниками, вузами, там, ну, школы, как бы, сейчас не особо актуальны. То есть, я готов выйти и дать какую-то консультацию. Вот, то есть, на консультацию приходят многие очень люди. Вопрос в том, кто доходит, допустим, до суда. Вот, например, у нас как-то было, ну, вот, в прошлый осенний призыв у меня было всего пять дел, которые мы подавали в суд. До реального суда дошло всего два дел. В чем суть? Ну, в основном, здоровью, конечно. А, здоровью? Здоровью, то есть, один, только один случай был по обучению, как бы, военкомат не признал, ну, не был согласен с тем, что человек имеет право на получение, на продолжение обучения. Они считают, что человек потерял право на срочку по обучению. То есть, как бы, мы доказывали, что военкомат просто неправильно читает закон. Доказали? В принципе, да, в этом случае доказали, как бы, но это уникально. То есть, это каждый конкретный случай, как бы, там, почему-то отсеяли, там, не знаю, отчислили, он перевелся и так далее. То есть, это у каждого ситуация очень сложная. Но большинство дел, они выиграны по итогу? Или нельзя, так сказать? Я вот так скажу, и то, что касается медицины, скажем, половина на половину. Потому что угадать решение экспертов зачастую бывает невозможно. И иногда идешь, как бы, сомневаешься в диагнозе, и вдруг по экспертизе подтверждают, что у тебя заболевание даже более тяжелое, чем ставили наши врачи. И иногда, когда идешь стопроцентно и расслабленный, эксперт говорит, как бы, да вы, ребята, вообще здорово, у тебя там категория B1, как бы, все, у тебя не то, что там в армию, у тебя куда угодно можно. То есть, бывает всякое. То есть, это проблема наших, в смысле, не проблема, а это непредсказуемость экспертизы, потому что вытекает, опять же, из того, что не до конца люди обследованы, не очень качественно обследованы в рамках призных компаний. Вот так обстоят дела с призывом на срочную службу в российскую армию. Глазами Михаила Плюснина, правозащитника, представителя правления общественной организации ВЕЧИ. Давайте еще раз напомним, куда можно прийти за консультацией. Спаская 6, офис? Офис 8. 8. Значит, ну и сейчас, сначала позвоните, 46-20-60. Спасибо. Завершаем мы на этом первую половину нашей программы. Сейчас будут новости, тематические программы. И уже через 20 минут мы с Александром вернемся здесь с другими гостями и с новой темой. Продолжение следует...